МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Обгенск ТВ Новости. В студии Георгий Розуаев. И Дарья Человекова. Коротко о главном. На северном въезде в Обгенск будет два путепровода. Володислав Шапша рассказал о реконструкции Киевского шоссе. Злобонный запах. Жители города Ермолина уже длительное время жалуются на предприятия, занимающиеся производством органических удобрений. Экологическое воспитание. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина посетила школу в Малой Рославце. А теперь подробнее о событиях города и региона. В ходе пресс-конференции для журналистов Наукограда, состоявшейся в среду, глава администрации Обгенск Владислав Шапша рассказал о предстоящей реконструкции федеральной трассы М-3 Украина. Основаясь на прошедшей недавно встрече с губернатором Калужской области и руководителем Росавтодора, глава администрации Наукограда поделился самой свежей информацией о планируемой реконструкции Киевского шоссе с 65-го по 124-й километра, куда входит и участок, проходящий по территории Обгенска со 102-го по 107-й километра. Мы получили подтверждение всех тех вопросов, решение всех тех вопросов, которые город ставил перед проектировщиками и перед строителями по прохождению трассы внутри города. Это и ракатные дороги, и надземные пешеходные переходы, которых у нас 4 должно быть в городе, пройти, это и петли разворотные, чтобы у нас не было перепробега при поездке на Карповку, ее приблизили к городу, эту петлю. Очень важный вопрос – реконструкция северного въезда в город, находящегося в достаточно изношенном состоянии. Будет два путепровода, две полосы на въезд в город, две полосы на выезд из города. Но все это касается только северного въезда, это не касается моста, который идет над железной дорогой. Кроме этого, по просьбе администрации Наукограда и при поддержке губернатора области Анатолия Артамонова будет подготовлен проект реконструкции еще одного участка дороги рядом с северным въездом в Обнинск – поворот в муниципальную промзону. Там тоже нужна современная развязка, чтобы не создавать пробки в час пик. Мы получим полноценный, с хорошим запасом выезд из города и в Москву, и в Калугу, и пробок там не должно быть, те, которые мы сегодня имеем с утра на выезде из города, а вечером на въезд в город. Не менее важный для Обнинска вопрос – решение проблемы южного въезда. С учетом развития старой части города уже давно возникла необходимость организации бессветофорного двухполосного движения под железнодорожными путями. Но есть определенные сложности. Там проходит газопровод высокого давления. Нам не разрешают делать это в охранной зоне, без выноса ГРПШ. Стоимость выноса – миллиарды рублей. Понятно, что мы на это пойти не можем и не будем этого делать. Сейчас мы проектируем, и проектировщики этим занимаются проколоть ближе к Москве, условно ближе, на десятки метров ближе, но в сторону Москвы, под углом железную дорогу, есть вопросы согласования с РЖД, мы этим вопросом сейчас занимаемся. Это главная задача и главная проблема, которая существует. Если эта договоренность будет достигнута, мы получим проект развязки. В настоящее время начата работа по строительству наземных пешеходных переходов, а реконструкция самой трассы начнется со стороны Московской области. Что касается платы за проезд, то, по словам Владислава Шапши, ближайший пункт по ее взиманию на дороге в столицу будет находиться в Московской области. На территории же Калужской области дополнительных пунктов оплаты, кроме уже существующих, не будет. Нина Замахина, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Жители села Кудиного Малоярославецкого района, проживающие в местном общежитии, утверждают, что счета они своевременно оплачивают, но здание должным образом не обслуживается. Многоквартирный дом принадлежит племзаводу имени Цветкова. По словам кудиновцев, руководство предприятия на просьбы сделать условия проживания более комфортными не реагирует. Инициировать ремонтные работы не спешит. Говорить под запись никто из встреченных съемочной командой жильцов не захотел. Причина простая – страх выселения. Крыльцо здания и правда в плачевном состоянии и давно нуждается в ремонте. Упасть и покалечиться здесь легко. Цоколь осыпается практически по всему периметру дома. Домофон то работает, то не работает. Внутри помещений сырость, говорят жильцы. Крыша течет, возле окон плесень. Генеральный директор завода рассказывают проживающие в общежитии – приходил, осматривал здание, но с тех пор ничего. Недавно пообещали починить крыльцо, но, сообщают жильцы, неделя как им дали обещания, а изменений что-то не видно. Несмотря на то, что строение местами не в идеальном состоянии, ни потеков на стенах внутри, ни плесени в коридоре, ни лягушек, которые, если верить жильцам, в компании тараканов лезут из затопленного подвала, съемочной команде обнаружить не удалось. Было решено связаться с гендиректором племзавода и расспросить его, так ждать ли перемен проживающим в общежитии людям. Работы планировалось начать на неделе. В день визита съемочной группы ничто о скором начале ремонта не свидетельствовало. Тем не менее, в летние месяцы, говорит гендиректор, обещанное выполнят. Но почему так скромно? Ведь за коммунальные услуги, проживающие в общежитии, платят исправно. По их словам. Плесень стала появляться после перепланировки, проведенной кем-то из жильцов, уверяет Сергей Алешин. Подвал затоплен нерегулярно, была протечка канализационных труб, ее устранили. Идеальным состоянием общежития назвать трудно, ремонт определенно требуется. Но язык не поворачивается и сказать, все плохо, хотя жильцы и настаивают на этом. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Кудинова. Зловонный запах, исходящий с территории предприятия, занимающегося производством органических удобрений, уже длительное время досаждают жителям города Ермолина, Буровского района. И Елена Ершова разбиралась в проблеме. Трансмет появился в городе Ермолина в июне 2018 года. Когда-то неподалеку от поселения находилась ферма, территорию которой и арендовала компания по производству удобрений из органических отходов. В нескольких сотнях метров от жилых домов были оборудованы ямы, которые заполняются испорченными молочными продуктами, рыбой, иловым осадком и гниющим кормом для животных. Запах от разлагающейся органики стоит невыносимый. Жители обратились к властям с просьбой устранить его источник. Были проведены соответствующие проверки, но оказалось, что все необходимые разрешения у коммерсантов имеются, так что решить проблему оказалось непросто. Все возмущаются. Ветер в ОПХ Ермольна задыхается в ОПХ Ермольна. Ветер в Русиново задыхается в Русиново. Ветер в Ермолино задыхается в Ермолино. Можно сказать, эту помойку, эту свалку устроили в середине поселка, в середине города, города Ермолино. Нам дышать нечем, мы не можем открыть квартиры. Дети на площадке, детям нечем дышать на площадке. Как бы разрешение у них есть на утилизацию промышленных отходов, но почему в черте города это все творится, вот это непонятно. 15 лет жили аисты. После того, как открылась фирма ООО «Трансмент», аисты отсюда улетели. Осталось миллионы мух, невыносимый запах и десятки тысяч чаек. Местные жители пытались убедить руководителя предприятия «Трансмент» Евгения Беспалова перенести производство подальше от жилых домов или изолировать, поместив его под навес. Однако пожелания жителей не были услышаны. Тогда ермолинцы начали обращаться в разные инстанции, в том числе Росприроднадзор и Россельхознадзор, которые нарушений в деятельности компании не выявили. Представители местной власти разводят руками. Нет такой статьи закона, в соответствии с которой предприятие можно закрыть. Администрация, в свою очередь, неоднократно и по просьбам жителей города Ермольна. И от себя лично обращалось в управление Росприроднадзора по Калужской области провести проверки деятельности этой организации с просьбой соблюдать экологическое законодательство. Последнее наше обращение было в Калужскую природоохранную прокуратуру по этому вопросу с просьбой инициировать проверку. И на наше обращение нам пришел ответ, что такая проверка инициирована с привлечением Росприроднадзора и Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры. Ждем результатов. Местные жители, которые когда-то радовались тому, что живут в экологически чистом месте, теперь стремятся отсюда уехать. И вопрос, удастся ли остановить деятельность производства, отравляющего жизнь окружающим, пока остается открытым. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Подробности о событиях, вошедших в фронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». В четверг за помощью к стражам порядка обратилась пожилая женщина, которая пострадала от действий мошенников. Днем 6 июня в квартире раздался звонок с городского телефона. Когда пенсионерка взяла трубку, неизвестный голос сообщил, что якобы за давнюю покупку лекарств женщине полагается довольно хорошая компенсация. Чтобы ее получить, нужно перечислить процент в размере 16 тысяч рублей на указанный счет. После чего на ее счет поступят 500 тысяч рублей. Бабушка незамедлительно поехала в банк и совершила необходимые банковские операции. Но обещанные деньги так и не поступили на ее счет. Почувствовав неладное, она позвонила в полицию и сообщила о случившемся. В настоящий момент ведется сбор необходимой информации и розыск подозреваемых. В этот же день поступило сообщение и о ДТП, произошедшем по адресу Красных Зорь 6. На этом участке дороги столкнулись и на марках Honda и отечественная легковушка в марке Lada. Повреждения двух автомобилей незначительные. Более точные детали предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания Обдинск ТВ. Проект создания площадки для проведения метеорологических измерений и планы по открытию экологических классов в Малоярославецком районе. Это и многое другое обсуждали в Малоярославецкой школе номер два, которую в четверг посетила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина. С 2018 года Малоярославецкая школа номер два имеет статус федеральной инновационной площадки для развития проекта эколого-гражданского воспитания учащихся. И начало встречи было посвящено рассказу о том, какие мероприятия проводятся для просвещения детей в области экологии. Это участие в конкурсах, конференциях. Учащиеся, начиная со второго класса, принимают активное участие в школьной конференции ежегодной. В этом году была 16 конференция «Интеллект будущего» рождается сегодня районная конференция, региональная конференция юношеских исследовательских работ природы Калужской области имени Воронина. Недавнее масштабное мероприятие, связанное с экологией, мархининские чтения, посвященные памяти знаменитого вулканолога Евгения Мархинина. Учащиеся кадетских классов ГИБДД представили свой проект географической площадки для метеорологических наблюдений. Когда-то она существовала на территории школы, но была демонтирована. Помимо общей информации и данных анкетирования учащихся пятых-шестых классов, был продемонстрирован и миниатюрный макет площадки. Мы считаем, что пришло время вновь построить географическую площадку на территории нашей школы, для того, чтобы ученики пятых и шестых классов смогли познакомиться с профессией метеоролога. Большинство детей хотели бы на уроке географии заниматься на географической площадке, потому что ученики считают такие занятия интересными. Ведь в последние годы проводится очень мало занятий под открытым небом. Реализовать площадку в министерстве помогут, пообещала Варвара Антохина. Обсуждался и проект по созданию экологических классов, который прорабатывается совместно с Министерством образования. Для нас это будет новое, но формат на самом деле пришел из Малоярославецкого района, аграрный класс у вас есть. Мы хотим также подключиться и по нашему направлению, и чтобы мы могли оказать помощь в прохождении какой-то практики, практических мероприятий. На предприятиях области. Министр природных ресурсов и экологии часто бывает в районных школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в первую очередь по достоинству оценивает системный подход к просветительской деятельности. Очень много вопросов поднимается населением и одни только своими надзорными мероприятиями эти вопросы не решить. Мы уже неоднократно приезжали в Малоярославецкий район и видим, что просветительская работа в сфере экологии на очень высоком уровне, начиная от детских садов. И сегодня мы находимся в школе, которая действительно показывает мастер-класс, как это делать эффективно и интересно для детей. Неудивительно, что перед девятиклассниками школы поставлена ответственная задача – представлять Калужскую область на межрегиональном слете юных экологов в Крыму в конце июня. Под занавес встречи оставили вручение благодарственного письма заведующей детским садом «Синяя птица». А младшеклассницы школы имени Радищева сделали подарок самой Варваре Антохиной – красную книгу ручной работы. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Малый Ярославец. И на сегодня это все. Мы прощаемся с вами и желаем хороших выходных. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске программы новостей, которая выходит в эфир по будням в 19 часов. Встретимся в понедельник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин